В чем разница, или где эта грань между смирением и человекоугодием? Не превращается ли смирение, когда мы начинаем смиряться перед начальниками, власть поддержащими, и смирение перед Богом? Где эта граница? Как в пятой главе Христос говорил, как вы можете веровать, когда вы отдаете почте друг другу, а почитание единого Бога забыли? Спасибо, Господи. Это, я понимаю, наш постоянный телезритель. Евгений из Белгородской области. Да, из Белгородской области, который задает всегда нам такие скользкие вопросы. Но вот мы будем сейчас крутиться, пытаясь ответить на этот вопрос. Ведь знаете, смирение и человекоугодие – это немножко разные вещи. Смиряется человек прежде всего перед волей Божьей, смиряется перед Богом. Все в жизни должно быть искренне. Уважение начальника должно быть искренне. Если тебе начальник что-то поручает, то ты это должен делать не для того, чтобы выслужиться перед своим начальником, а потому что это твоя работа, это то дело, которое ты должен сделать честно. И если ты что-то делаешь, но делаешь это совершенно бескорыстно, тогда это не будет человекоугодием. А если ты пытаешься кому-то угодить для того, чтобы из этого получить какую-то выгоду, то тогда это и будет человекоугодие. Так же, как если мы будем Богу угождать для того, чтобы от Бога что-то получить, но это не будет угождение Богу. Это будет такое лицемерное отношение к Богу. Надеюсь, я выкрутился, отвечая на этот скользкий вопрос. Ну, и вопрос, на самом деле, очень даже интересный. Всегда об этом, на самом деле, задумываешься в той или иной жизненной ситуации, потому что смирение, такая вещь, наверное, очень даже сложная. И вообще понятие, как смирение, мне кажется, ну, понятно, что одно из важных христианских добродетелей, но, опять же, очень сложный вопрос. Понимаете, вот, когда, Сережа, когда Господь посылает какую-то скорбь, которую порой мы не можем исправить, там, тяжелую болезнь какую-то или еще что-то, вот здесь мы можем проявить или отчаяние, уныние, или смирение, понимаете? Со смирением принять волю Божью, вот, не поддаваясь унынию, а благодаря Богу за все, что Господь там посылает. Вот, и тогда Господь, вот, придать себя в руки Божьей научиться. И тогда вот это очень важно, научиться этому, а мы, к сожалению, вот этого не умеем. Легко подчиняться воле Божьей, когда она совпадает с нашей волей. Тяжело принимать, когда она немножко идет в разрез. А уж когда она совсем в противоположную сторону смотрит воле Божьей, от того, куда бы нам хотелось пойти. Мы сразу этого не понимаем, да, со временем. Если это время еще есть у человека, он понимает, что это было все не просто так. Господь, дав тогда претерпеть, он нашел, если мы это правильно приняли, нашел тот путь, который полезнее гораздо для нас, для нашего и внутреннего состояния, порой даже для нашего внешнего состояния. Главное всегда не упирать на свою волю, а пытаться увидеть вот эту волю Божью и попытаться ей следовать. Что бывает очень сложно. Я много раз говорил о том, что мы едем к старцам за благословением, за советом, получаем благословение, получаем советы, которые нас не устраивают. И едем к другому старцу, пытаясь найти такого, который расскажет нам то. В результате находим, который нам... Но жизнь тогда идет кувырком наш, потому что мы не выполнили того, к чему стремились. Вот если поехали, старайтесь выполнить, получили совет, старайтесь его выполнять. Зачем тогда спрашивать, если вы заведомо не хотите выполнять того, что вам советует священник? Вот оно, наверное, искреннее смирение. Вот они лицемерные. Субтитры создавал DimaTorzok